всем привет друзья у меня в гостях так во первых сейчас три часа дня среда значит на радио шарка вела в спорт мы говорим о здоровом образе жизни у меня в гостях саша сенячева вот и мы сейчас сделаем все ритуалы репосты этого эфира в фейсбуке и начнем общаться поэтому если вы уже открыли этот эфир не забудьте тоже взять репосты вы поможете развитию нашей радиостанции ты ни у кого что бишь не ошибиться на прямом эфире а куда мне говорить кстати вот сюда что близко близко так он будет работать я должен прям лицо смотреть да да вот так денешься и говоришь все У меня наушники не предполагаются. У меня наушники не предполагаются. Вот они есть, но тебе они как-то не нужны. Добрый день. С вами программа Виллаф Спорт на Shark Radio. Я ведущий Максим Таднюк и сегодня у меня в гостях Саша Санящёва. Привет всем. Саша. Добро пожаловать в Одессу. Я знаю, что ты одесситка в душе, но ты уехала 2 года назад в Америку. И сейчас ты приехала сюда, чтобы поделиться опытом. Я так это буду считать. Ты, наверное, приехала по своим делам. Я вообще по маме приехала. Опытом с удовольствием поделюсь. Спасибо, что пригласил. Для тех, кто нас слушает, я хочу сделать небольшое интро. Саша Санящёва – это активист здорового образа жизни. Она в Одессе поднимала культуру употребления свежих продуктов, употребления свежевыжатых соков. Когда ещё никто об этом не слышал и не знал, она это ещё делала 4 года назад, ходила, давила соки на всех… Всех давила. На всех маркетах стояла, продавала соки. И вообще все её знают как детокс-гёрл. Детокс или детокс? Детокс-гёрл. Лучше детокс. Детокс. Это, наверное, более привычная. Ну, неважно. Не будем докапываться до меня. По борьбам, да. Вот. Сейчас Саша вообще-то ещё по совместительству. Ну, сейчас, ладно. Мы к этому сейчас придём, что она ещё по совместительству. Саша, как дела? Максим, нормально. Я с удовольствием вам расскажу всё, что хотите знать. Мне прям реально интересно, что вы хотите знать. Я не знаю, есть ли у вас система каких-то вопросов в онлайне. Ну, смотри, нет. Хорошо. По поводу вопросов в онлайне, они есть, это опционально. Если появятся какие-то комментарии, кто-то захочет… Есть ли у вас система каких-то вопросов в онлайне? Если наши слушатели в фейсбуке захотят что-то спросить, они обязательно напишут в комментариях. Но пока что я буду спрашивать то, что меня интересует. Да, я просто хотела бы вдохновить других людей. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Задавайте, не стесняйтесь. Хорошо. Ну, смотри, эту запись как-никак будет ещё просматривать потом. Она будет висеть на странице в фейсбуке. Поэтому я задаю вопросы сейчас изо всех. Сейчас я задаю вопросы. Окей, хорошо. Во-первых, скажи, откуда ты берёшь вдохновение? Как так получается, что ты начинаешь делать то, что потом делают другие все через несколько лет? А ты это делала за пару лет. Вот как так получается? На самом деле я делала это всё для себя, как бы оно там грустно не звучало. Я не делала это ради других людей. И мне просто кажется, что если ты хочешь изменить мир, нужно начать с себя. Поэтому ты просто делаешь то, что тебе твоей правде кажется справедливым и верным. И если это работает, то с радостью делишься с другими людьми. Другие же люди смотрят, что это работает и начинают за тобой повторять. То есть по-другому я не вижу, как это работает. То есть очень много можно читать какой-то теории, говорить, что я где-то читал в какой-то книжке, что это полезно. Но, если честно, до того, как попробовать это полезно, я перепробовала очень много чего того, что не полезно, о чём нельзя говорить в прямом эфире. И могу сказать на контрасте, что ты просто ощущаешь это на своём теле, на своём состоянии, настроении, отношении к другим людям. И это отношение к другим людям, этими же людьми чувствуется. И они такие, ага. Самый большой, наверное, комплимент для меня был... Ты меня вообще слушаешь? Да, конечно, что я распространяю наше теле. Для меня был, когда люди, которые, собственно, следовали моему вероисповеданию, если так можно назвать, они всегда говорили, что я вижу по тебе, по твоим глазам, что тебе хорошо. Я хочу так же. Соответственно, я говорю, пожалуйста, welcome. Но они не знали, что ты ещё употребляешь. Нет, ничего такого противозаконного на тот момент я точно не употребляла. Мне кажется, что я уже делилась с тобой своей теорией, что нужно как бы в жизни попробовать всё и определить, что тебе нравится. А можно послушать умных людей и просто употреблять то, что как бы сразу хорошо, то, что они уже проверили. Мой стиль тоже. Да, отлично. Хорошо. Так, ну, ты ответила, что ты просто делаешь для себя то, что ты считаешь нужным. А можно более подробно? Как ты берёшь это на Западе, ты смотришь, ну, откуда, где ты черпаешь? Инфа. Да, инфа. Да, инфа, откуда вообще, что надо пить детоксоки? Откуда эта инфа? Например, детоксок. Откуда инфа про беговые клубы, что это будет модно и актуально? Откуда инфа? Это ключевой здесь момент по поводу модно. Мне кажется, что если делать просто то, что модно, то далеко не уедешь, если честно. Потому что мода меняется, а как бы ты-то остаёшься, да, тебе надо постоянно прогибаться под изменчивый мир. И я не думаю, что это работает. Я думаю, что, скорее, в моём случае детоксоки и беговые клубы стали модными позднее, чем я начала это делать. Так я об этом и говорю, что ты начала это делать раньше, чем это стало модным. И поэтому вопрос, откуда инфа? Ну, я, наверное, думаю, что это постоянно такой процесс самоисследования, который, в принципе, не закажется по сей день. Сейчас я уже поняла для себя очень много вещей, но мне по-прежнему интересно узнавать что-то новое. Сейчас это больше касается психологии, касается отношения к этому всему, к себе в частности, чем тоже с удовольствием буду делиться. Это больше касается поддержки и взаимодействия с другими людьми на данном этапе моей жизни. Но ранее это просто было самокопание, которое приводило меня к разному роду информации. И подключая свой собственный мозг и аналитический какой-то его отдел, я могу понять, что, да, скорее вот это я бы попробовала. Это для меня может сработать. И после того, как ты это пробуешь и понимаешь, что, блин, это очень круто, естественно, ты об этом говоришь. Первый круг знакомых, который прошёл через мою эту религию, это, естественно, были мои друзья. Ну, вот такие люди, как ты, мне кажется, что это просто друзья, которые увидели, доверились и начали меня поддерживать. А потом уже друзья друзей, и, соответственно, Одесса не такая большая, чтобы распространить это достаточно быстро и эффективно и посмотреть, как на это реагируют люди. Снова, я всегда во всех своих лекциях, семинарах делала референс на то, где я привала информацию. То есть это либо книги, либо инфлюенсеры, от которых я черпала вдохновение. И всегда делала сносочки, что как бы это не я сказала, просто я узнала это вот там, и для меня это работает. Хотите повторять, а хотите нет. Как бы тут такой момент. По поводу бегового клуба, я, опять-таки, разведка боем. То есть я начала бегать сама, мне стало интересно, как это ощущается в теле. И после нескольких пробежек самостоятельно, я понимаю, что было бы клево, если бы я была ли сама, и как бы посмотреть, вообще поговорить с человеком, вообще как ему это ощущается. И уже вместе, например, заниматься исследованием информации на эту тему, потому что там теории тоже много, ее надо учитывать. Но до того, как учитывать какую-то теорию, я всегда говорю, просто одень кроссовки и выйди на улицу. То есть не надо много книжек читать, просто выйди и начни идти, потом начни бежать русой, потом рвони, короче, если тебе захочется, если твоя душа как бы этого просит. На тот момент тоже были прекрасные люди, единомышленники, которые меня поддержали, дали толчок этому достаточно большому на данный момент движению. Мне, кстати, приятно наблюдать, что я-то уехала, а это все осталось, люди бегают. И я сейчас проезжала, пробегала по трассе здоровья и смотрела, как люди бегают и дают пятерочку, скидывают, и как они там как бы узнают. И я вижу, что они продолжают это делать. Это важно. Но прежде чем делать что-либо, ты просто выходишь на улицу, просто делаешь первые шаги, ускоряешься и входишь в этот темп. Если ты понимаешь, что тебе дискомфортно, ты этот темп снижаешь. И это, наверное, первое, что ты можешь сделать для себя в сторону того, чтобы начать бегать. Примерно так. Все просто. Окей. Если ты не знаешь, Саша, она первая, кто начал, наверное, из моих знакомых, точно в Одессе, на трассе здоровья, или незнакомым людям, скидывать пятюню во время бега. Или здороваться. Или здороваться. Улыбаться, например, людям. Да, и многие считают, что это как-то ненормально, но мы, как бы, да, у нас целая секта таких организаций, кто-то делает, кто-то спокойно делает. И ничего в этом системе нет. И очень приятно видеть лица людей, которые тоже начинают улыбаться в ответ и поддерживать эту инициативу. Это здорово. Хорошо. Я знаю, что ты, когда переехала в Сан-Франциско, ты организовала там еще один клуб. Как это получилось? Расскажи. Я расскажу вообще, как я туда в первый раз поехала. Я поехала туда бежать полумарафон. Это был подарок мне на день рождения от моего мужа, который мне просто предложил прибежать полумарафон в любой точке мира. И почему-то я выбрала Сан-Франциско, потому что это был женский полумарафон. Там участвовали только одни женщины. Он был спонсирован компанией Nike и Tiffany. То есть в конце этого забега всем вручали красивые упрошения Tiffany с Натусом Майк. Это был последний забег Тихони, знаешь? Да, это был последний забег. Он был очень яркий, там было очень много людей. И я знаю одну из теорий, почему это был последний забег. Потому что было столько телок, что они не смогли выдержать этого напора. Очень много регистраций, все приезжают со всего мира. Это очень классная комьюнити, очень классное ощущение на этом полумарафоне, когда ты бежишь. Я могу сказать так, что я в конце просто расплакала. Слушайте, у меня как овладели мной такие эмоции, которые я не смогла сдержать. Это были слезы счастья, радости, не знаю, какого-то вдохновения. И один из людей, который меня вдохновил именно на этот полумарафон поехать, была Мэри Шугар. Она была в этой студии. Она была в этой студии. Очень приятно, но она была со мной вместе на этом марафоне тоже. На полумарафоне тоже. И было много девочек из Украины. Мы все до этого встретились, мы пообщались. Это все частично сближает, в особенности, когда ты там находишься. Очень сильно сближает твои корни, откуда ты пришел. И твой менталитет, какой-никакой он есть. Ничего с этим сделать не можем. И люди, которые находятся за границей, они склонны в первую очередь общаться с теми, кто из их привычной среды. В Сан-Франциско большинство людей, они не местные. То есть они приезжают туда по каким-то причинам, в основном это рабочие причины. И им, конечно, интересно пообщаться с себе подобными. То есть не местные люди, иностранцы, проживающие на территории, на какой-то территории, они называются экспаты. Так вот в Сан-Франциско, наверное, процентов 80-90 людей это экспаты. И естественное желание воссоединиться с другими приезжими людьми, с которыми можно пообщаться на темы, которые всех волнуют. И заметив это, я поняла, что объединить девочек под каким-либо любым интересом, пойти выпить кофе, очень легко. Люди там очень любопытные. Мы ввели даже сейчас такое понятие curious women, то есть это те, которым все интересно. То есть вот есть какой-то там ивент, они туда пойдут, неважно, у них нет никаких ожиданий, плохих или хороших, они туда идут и узнают, что там. Как правило, могу сказать, в разнице в менталитете у нас люди, прежде всего, побаиваются, что там будет, кто там пойдет, кто еще идет. То есть у них нужно очень много условий, чтобы было выполнено, прежде чем они сделают этот шаг навстречу неизвестному. В случае в Сан-Франциско люди достаточно просто, просто приходят и если им что-то не нравится, они просто уходят. Слава богу, еще такого у нас не было случая. Но я создала ивенты, которые могла создать, да, то есть по своей природе. У меня ничего другого в голову не пришло, как собирать девочек на тренировки. Это уддор-тренировки, такие же, как у нас были в Вилла Спорт в Одессе. Это достаточно просто в организации. Кстати говоря, есть некоторые условия в Сан-Франциско проведения публичных мероприятий в парках. Это нужно согласовывать с парком, это нужно подавать там бумажки определенные. Но это хорошо, как правило, воспринимается. То есть никто тебе не будет говорить там, ага, что ты тут хочешь сделать. Но если это все бесплатно, то городом очень хорошо воспринимается. Потому что я помню, как мы бодались там с властями нашими по установке спортивной площадки и так далее. Это был достаточно комплексно сложный вообще подход. В случае в Сан-Франциско ты просто приносишь бумажку о том, что ты хочешь делать, что это все бесплатно. И что вот в это время вот эти люди придут и будут тренироваться. Поэтому собрать толпу девочек, которые хотят тренироваться в Сан-Франциско было очень просто. Я не ожидала даже, что это так будет спокойно и хорошо восприниматься. Конечно же, все начинается с ближайшего круга друзей и единомышленников. Я познакомилась в Сан-Франциско с Катей и с Дашей. Это девочки, которые тоже экспаты. Катя из Киева, Даша из Москвы. И мы впервые начали там с Катей тренироваться вместе, с Дашей делать йогу вместе. И мы придумали некий формат, который называется йогаут. То есть это workout and yoga. То есть комбинейтед. Совмещенный формат йоги и воркаута. Почему это актуально в Сан-Франциско? Там погода всегда, в принципе, одинаковая. Но достаточно ветрено. То есть на воркауте мы разогреваемся так, чтобы на йоге не было холодно. И тело было уже, скажем так, гибкое, готовое что-то делать дальше. Этот формат мы думаем запатентовать. Потому что пошло хорошо. Вот. И каждый раз приходят... Ну, все, что мы сделали, мы там всегда написали в Фейсбуке. Создали страничку на Фейсбуке. Катя сделала очень красивый дизайн такой девочковый. И тому всему очень много. Мы запасили на Вейнбрайте, на Метапе. И сейчас, ну, буквально с самого начала и до сейчас стабильно появляются, там, в зависимости от погоды и выходных, там, от 10 до 40 человек на каждую тренировку. При этом есть постоянные девочки, которые с нами везде ходят, не только на наши спортивные ивенты. Мы делаем еще там общеобразовательные ивенты, ивенты в сфере психологии. Ну, то есть сейчас Supergirls Club – это клуб для активных девочек, которым все интересно, которые хотят вместе трениться, общаться и узнавать вместе что-то новое для себя. Огонь. У меня сейчас... Много разговаривают, да? Не-не, класс, класс. У меня вопрос... Я просто помню, как зарождался еще Runville Sport в Одессе. Вы тоже пытались сначала сделать клуб для девочек. Мне кажется, это только благодаря тому, что я там стоял именно посреди девочек, я написал на том, что он не может быть только для девочек. То есть... Почему, да? Почему только для девочек? Что за шовинизм? Почему это нельзя для всех? Ну, я уверен, что там есть мальчики, которые тоже хотят заниматься югаутом. Да, это все дни шовинизм, но дело в том, что никакого тут гендерного распределения, нет, просто банально есть тема... Ну, скажем так, начнем с того, что есть упражнения воркаут, да, которые более подходят для девочек. Соответственно, каждый югаут у нас задизайнен, то есть сделан таким образом, чтобы он был полезен девочкам. Девочки, как и правило, чувствуют себя более раскрепощенными среди своих, кругу своих. И очень классно работает то, что после югаута у нас всегда есть такая традиция ходить вместе на бранч. И на бранче там уже идут такие темы, которые лучше мальчикам не слушать. Очень такие личные, очень классные, которые позволяют девочкам расти, делиться опытом. И я знаю, что даже несколько девочек построили вместе компании. То есть объединились и сделали бизнес вместе. То есть здесь это просто проще. Я не говорю о том, что я бы не хотела это делать, ну, совмещать это с мальчиками, как в данном случае у нас было в спорт, он был микс. Я честно скажу за счет того, что просто в Одессе мало людей, особенно которые такие, ну, активную жизненную позицию занимают, которые готовы прийти на что-то неизвестное, попробовать и понять. Там же от этого напора, в принципе, людей, ну, нужно больше фокусироваться. То есть нужно выбрать себе модель, при которой ты можешь с наилучшим качеством покрыть, обслужить, плохое слово, конечно, но помочь, не знаю, там, воссоединиться с количеством людей и, ну, скажем так, правильно это все организовать. Только с этих целей. Меня лично, между нами, это очень сильно вдохновляет. Потому что, когда ты находишься в другой стране, то, в принципе, проблемы у всех одинаковые. И таким образом общаться с девочками за счет общих интересов – это кайф. Это просто ощущается очень круто. И это несравнимо ни с какими, например, дружескими отношениями со школой, когда ты там должен сказать здрасте, должен там… Что ты должен, короче. Тут ты никому ничего не должен, и ты приходишь и общаешься только потому, что тебе хочется. И это кайф. Класс. Расскажи, а как вот в Сан-Франциско и вообще в Америке обстоят дела с растительным, ну, с питанием, со здоровым питанием, с каким-то… Я знаю, что ты перейдешь. Класс. Но мне интересно, потому что у нас в Одессе, я вижу, как сейчас это только зарождается, можно сказать. Поэтому мне интересно, на какой стадии это… Ну, я скажу вот по поводу Одессы, что все тут очень круто, как бы ни казалось. Потому что, когда я уезжала, не было таких классных заведений, но они, скажем так, только открылись, там, типа, True Food или, там, Maman Cube и вот эти заведения, которые позволяют зайти и заказать что-то Омега-3. И, ну, в общем, без рекламы, если честно… Ну, что, мы рекламируем всех, у нас уже… Да, нормально. Ну, потом, я надеюсь, что я зайду, у меня там еще бесплатно кофе налиют. Ну, то есть нас смотрит кто-то из True, Maman Cube или Омега-3, Саша, пожалуйста, налейте что-то. Что-то налейте, да. Я скажу, что есть выбор, есть реально… у людей есть выбор не просто готовить там дома самим и узнавать какую-то информацию, и, там, делать заготовочки и мисочки с собой носить, как бы, ну, куча нормальных заведений и есть, там, хорошая, полезная еда. Чего не было, конечно, лет пять назад, потому что, ну, нужно дать должное нашему, там, советскому воспитанию с котлетками и пюрешками, нужно дать должное, ну, старшему поколению, которое не видело смысла в открытии подобного рода заведений, ну, чисто коммерческого смысла, что любое заведение должно приносить прибыль, это нормально. И, конечно, когда я первый раз поехала в Америку, я до этого очень много раз была в Европе, мне это, в принципе, было понятно, эта культура здорового питания, но в Америке она, конечно, еще на более высоком уровне, чем в Европе, и первая поездка на полу-марафон в Сан-Франциско, у меня, ну, у меня просто фотки в телефоне соков, фотки какой-то еды, я вот недавно только взялась это все удалить, потому что немерено их, и, конечно, ты вдохновляешься, думаешь, ой, такой сок, и такое блюдо, оно все такое вкусное, почему у нас такого нет? Были тогда такие вопросы, но сейчас, честно говоря, я себя чувствую спокойно за наш народ, потому что он уже немножко озаботился этим, и уже есть большой сдвиг, ну, вот так примерно. Хорошо. Так, тогда у меня вопрос, какие сейчас, ну, ты видишь, вот, тренды, ну, кроме йогаута, которые, вообще, тренды, вот, спортивные, вот, ну, в фитнесе, в здоровом образе жизни, вообще все, что есть там, а чего еще нет тут, на что нам стоит обратить внимание? Как ты считаешь? Есть ли что-то такое? Ты анализировала? Я не делала прямо такой глубокий анализ по позициям, там, что более, как бы, популярно, но, наверное, если так по верхам пройти, то популярно, ну, я бы так сказала, в Америке есть два вида людей, это чисто мое наблюдение, либо которые суперударенные в спорт, и их очень много в особенности в Сан-Франциско, потому что там очень строго к этому относятся, там у людей гораздо больше нагрузки по жизни, ответственности и так далее, потому что они занимаются там новыми технологиями, они придумывают что-то, чего никто до этого не знал и не видел. То есть у них мозг, как правило, требует большей вовлеченности, тела, большей подготовленности для того, чтобы лучше, есть такое слово, perform, да, то есть это не выступать, но это, как бы, давать результат, скажем так. И поскольку ты находишься в Сан-Франциско и чувствуешь ответственность за все человечество, потому что то, что ты создаешь, оно идет дальше, как бы, в мир, да, и я уже говорила не раз, что очень много вещей, которые мы там знаем уже как привычные, они зародились там. Соответственно, люди, которые там живут, на них большая груз ответственности, ну, создателей, да, что они должны быть в своем самом лучшем виде, в своей самой лучшей форме, в своем самом лучшем сознании для того, чтобы выдавать экстраординарные, классные результаты для всего человечества. Представьте себе вообще эту нагрузочку на секундочку, да, то есть прочитать там, например, книгу про жизнь Алана Маска, это, ну, самое банальное, что вы можете сделать, для того, чтобы понять, в принципе, уровень этой ответственности, уровень этой нагрузки и уровень вообще мышления человека. Соответственно, для того, чтобы подняться на этот уровень, не работать над собой невозможно. Невозможно есть ужасную еду, невозможно лежать на диване и ничего не делать со своим телом, потому что, ну, оно просто не будет тебе благодарное, и мозг не будет тебе благодарен, не будет выдавать ту необходимую инфу, о которой ты, как бы, заявляешь, да, что я вот хочу изменить мир. Поэтому те люди, которые чего-то хотят достичь, они, как правило, очень спортивные, они очень серьезно относятся к своему питанию, они, в принципе, считают это неотъемлемая часть их жизни на таком уровне, что как у нас, я не знаю, там, обязательно чистить зубы по утрам, да, то есть, и все это знают, что нужно, там, точно по утрам, может, еще по утрам, если повезет, почистить зубы, то у этих людей абсолютно понятная гигиена общения со своим телом, со своим мозгом налажена на уровне того, что этого просто нельзя не делать. Ну, то есть, это как нельзя не делать, да. И это радует, потому что ты видишь, какое количество людей бегают, какое количество людей приходят на тренировки. То есть, сам тренд, номер один, это то, что ты занимаешься собой и понимаешь, что корреляция тела и мозга неизбежна. То есть, если работаешь над телом, как бы тебе мозг говорит спасибо. Это номер один, наверное, такой самый большой тренд, который невозможно не заметить. Торой же тип людей, которым, как бы, ничего не надо, они едят бургеры, и это все видно, как бы, невооруженным взглядом, как бы, их деградация, собственно. Физическую. Ну, да, невооруженным взглядом, имеется в виду, что это, ну, на лицо, как бы, да. Типа, сильный контраст там. Очень сильный контраст, да. То есть, есть люди, которые либо живут на полную, я это называю, да, либо, как бы, живут абы как. Вот. И, конечно же, когда ты приезжаешь туда и видишь вот этот контраст, только хочется тянуться, как бы, тем, кто чего-то хочет большего. Если говорить про точечные тренды, например, в фитнесе или в питании, то там тоже очень много разной информации, много разных кругов по интересу, да, там, и много детокс-программ и так далее, но это все, ну, достаточно доступно даже в плане фитнес-клуба. То есть, там есть все фитнес-клубы Эквинокс, которые по всей Америке, и, ну, когда ты приходишь туда вечером, ты видишь, ну, я могу сказать, что в Эквиноксе, в котором я записана, там не сотня, где-то там тысяча людей. То есть, ты приходишь и ты видишь этот наплыв людей на вечерней тренировке примерно такой, как, не знаю, там в Центрелл Баре в субботу вечером. То есть, как бы, очень много людей, которые ставят себе в приоритет пойти на тренировку, чем пойти там куда-нибудь бухнуть. Вот, но, с другой стороны, Эквинокс сам же делает усилия, и другие клубы, которые, там, точечные, рождаются, там, закрытого плана, или любые другие фитнес-клубы, или, там, нишевые клубы, например, там, не знаю, кикбоксинг-клубы, или, ну, любые, как бы, танцевальные клубы, они ставят в приоритет, что здесь очень важно, как бы человека завлечь в клуб не просто простым, там, слоганом, что, типа, тренируйся или умрешь, да, как бы, или, там, будешь, чтобы болеть, да, а какими-то интересными вещами, связанными с вдохновением. Например, вводятся новые классы, которые, там, комбинируют танцевальные техники вместе с функциональным тренингом, или сейчас очень популярно в Нью-Йорке называется rumble, по-моему, это кикбоксинг вместе с функциональными тренировками и с растяжкой, это какие-то короткие тренировки, которые позволят тебе, там, за 20 минут, например, прийти в форму быстро и дальше побежать на работу, ну, то есть, либо это йога-классы, которые имеют какое-то направление, например, там, йога-классы призванные, там, вдохновить тебя на весь день, да, и они об этом открыто говорят, мотивируя людей не просто приходить и тренить, да, а приходить ради чего-то и показываем этот дальновидный месседж, что ты станешь, там, лучше в этом-то аспекте, или тебе там будет просто интересно, там будет тебе просто круто, там просто весело, например. То есть, они сами стараются людей развлечь, и тем самым больше привлекают людей в клуб, что приятно. Мне кажется, это важный успех. Хорошо. Скажи, а вот ты вот говорила про Долину, про, ну, Сан-Франциско, что там, но такие компании, я не могу не спросить про корпоративный спорт. Вообще, как, там, вот в таких компаниях, как Facebook, Google, Apple, там, как у них они занимаются спортом на работе? Ну, или вообще питаются? Как, чем они питаются? Ты вообще это, ну, анализировала, смотрела? Да, я ездила туда, конечно. Ну, расскажи, пожалуйста. Я не ездила в Apple, я ездила в Google, в оба офиса, что в Mountain View, что в Сан-Франциско. И в офисе Mountain View я даже вела занятия однажды персональные, то есть, это просто для подруги, но тем не менее. Интересно было то, что, конечно же, там офигенная инфраструктура, что по залу, что по питанию. Если вы знаете, то они своих сотрудников стараются там оставить жить как можно подольше. Им это выгодно просто чисто в коммерческих целях. Они хотят, чтобы люди там как можно больше времени проводили. Соответственно, они, очень большой спектр услуг всяческих, начиная там от сдать вещи после тренировки в стирку, и тебе их возвращают там через час уже помытые, сухие, готовые, чтобы ты дальше как бы, чтобы ты не озадачивался этим вопросом. Но сам зал, и там есть зал отдельно для танцев, отдельно для йоги, тренажерный зал, есть аутдор-лощадка такая для кроссфита. Туда приезжают тренеры, которых нанимает Google, и ты можешь позвать своего тренера, который с тобой там позанимается. Ну, естественно, это все делается для того, чтобы человек максимум не выходил из этого офиса, не уезжал никуда, потому что вокруг там особо ничего нет, то есть надо ехать, выезжать из офиса Google, то есть это большая потеря времени. Но снова я возвращаюсь к тому, что они стараются разнообразить для своих работников программу. То есть они стараются ввести как можно больше разных дисциплин, как можно больше сделать это интересным, чтобы человека завлечь. Не просто сказать, вот тренируйся, потому что это тебе полезно. Это на людей обычно не работает. То есть тренируйся, потому что вот у нас там в 5 часов приезжает там суперклевый тренер, он там веселый, шутит еще и вообще как бы сделает тебя счастливым. То есть, в принципе, во всей долине есть понятие не быть здоровым, а быть счастливым, скорее. Потому что, ну, это коррелирует, безусловно, но акцент в основном идет на быть счастливым. Там есть же выжатые соки, которые делаются холодного отжима, вкусные, полезные. Прям в офисе. Прям в офисе, да. Ну, там кормят, то есть там очень много разных ресторанов, ты можешь выбрать себе какой-то хочешь сегодня, там итальянский или японский, но, тем не менее, там есть станция свежевыжатых соков, вкусных, полезных, приятных. Очень было хорошо. Естественно, во всех офисах такое практикуется и пропагандируется. Я сама провожу занятия в корпоративном офисе. И очень-очень люблю этих ребят. Люблю приходить к ним в офисе, люблю заряжать их энергией на весь день. И мы с ними делаем йогу, мы с ними дышим. Это все у них на руфтопе происходит, в самом центре Сан-Франциско. И я сама люблю туда ходить и проводить занятия, потому что я получаю нумеренное удовольствие от этого. И, естественно, я всегда спрашиваю, ребята, есть у вас какой-то реальный результат по рабочей активности вообще, работает это то, что я делаю или нет? И всегда получаю хороший фидбэк, потому что люди говорят, что у них больше энергии, больше вдохновения. Вернусь снова к этой теме, что мои занятия, они про вдохновение, а не как просто потрясут, чтобы не умер. И если титчер делает все возможное для того, чтобы вдохновить людей, будь то корпоративный мир или обычный мир, то я уверена, что успех обеспечен. Но компании, как правило, стараются нанять либо тренеров, либо йога-тичеров, для того, чтобы повысить эффективность. Я правильно понимаю? То есть в долину можно ехать, если ты программист, если ты стартапер, или если ты фитнес- или йога-инструктор, чтобы работать на этих программистов и стартаперов. Ну, честно говоря, я бы не посоветовала, потому что разница зарплат стартаперов и программистов и йога-тичеров очень большая, поэтому скорее... А, если ты жена стартапера, ты можешь быть корпоративным. Это да, так можно. Ты можешь йога-тичером работать. Либо, как в моем случае, например, совмещать работу в корпоративном мире или работу в стартапе вместе с работой йога-тичера. Это еще возможно, потому что несмотря к какому уровню жизни ты привык. Скорее, известные йога-тичеры и фитнес-тренеры, которые зарабатывают большие деньги, живут в Лос-Анджелесе, потому что они преподают для звезд. Шоп-бизнес. Да. Я занималась тренингами, я постоянно как бы прохожу разные тренинги, которые там называются пост-эдюкейшн, то есть ты уже как бы знаешь, но ты хочешь постоянно там, континьюс-эдюкейшн, да, что-то делать еще. И недавно был тренинг по флай-йоге, то есть это йога в гамаках, и там я познакомилась с девочкой из Элея, которая мне сказала, там, сколько она зарабатывает и для кого она преподает, там, конечно, совершенно другой уровень, чем в Сан-Франциско, в плане того, что если ты, ну, известный человек, там, celebrity, да, то априори как бы ты платишь больше денег. И в этом случае, если ты меня спрашиваешь, то посоветовать йога-тичеру куда ехать, я бы посоветовала ехать в Л.А. Но как бы в Л.А., ну, мне этот город не совсем подходит для жизни, поэтому я выбираю Сан-Франциско, там, где больше, скажем так, упор на мозг идет, вот, а тело подтягивается. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, мне о, ну, все-таки раз мы говорим еще раз о долине, о стартапах, и ты принимаешь непосредственно участие в этом, ты работаешь в разных фирмах. Расскажи о каких-то фитнес-стартапах или о чем-то, ну, с чем-то связано со здоровым образом жизни, может, с питанием, тренировками, калориями, ну, вообще что угодно, что уже там, или что-то, что должно покорить весь мир, или уже там покорило, а до нас еще не дошло, может, так вот. Вроде бы у нас все нормально доходит, в смысле, для тех людей, которые интересуются, они как бы в теме, то есть, в принципе, App Store как бы доступен для всех, поэтому главное тут открыть его и иметь соответствующий там intention, да, желание найти что-то для себя. Я могу, например, привести пример того, чем я вижу, что люди пользуются, я сама пользуюсь, пользуются мои друзья, потому что есть какие-то известные вещи, но которые я не вижу, чтобы ими пользовались, да. Из тех вещей, которыми пользуются касательно питания, очень популярные стартапы типа, ну, доставки еды, типа там Sun Basket, Imperfect Produce, это стартапы, которые собирают органические продукты, которые не попадают на лавки магазинов за счет того, что они не имеют красивый товарный вид. Например, есть органическая груша, с ней все хорошо, просто она не очень красивая, у нее нет товарного вида. Нет, она не помялась, она, например, выросла, ну, не очень ровной формы, то есть это не испорченные продукты, это не какие-то плохие продукты, просто в Америке оно все как бы лежит красиво на прилавочке, оно должно быть один в один, очень красиво, это такое требование супермаркетов. В случае с Imperfect Produce, это еще там есть несколько стартапов подобного рода, они как бы дают очень высокого качества, хорошие продукты, но просто не очень красивого вида, за счет этого они дешевле, они тебе привозят их домой в коробочках, ты заранее там можешь выбрать сколько яблочек, сколько там помидоров ты хочешь, и, как правило, это хорошие продукты, на основе которых ты можешь строить свой план по питанию, который будет действительно полезным и хорошим. Вот второй вид, что касается питания, это доставка ингредиентов с рецептами, на основе которых ты можешь сделать там ужин на себе или там обеды, или даже может быть завтраки, кто-то так завтракает. Я могу сказать, что мы несколько месяцев заказывали такую услугу только за счет того, что это очень сильно экономит время и сгружает мозг, ты не думаешь что тебе там надо приготовить, и там есть опция healthy food, хорошие полезные еды, и классно тебе доставляют, ты не паришься, и очень важно, не остается каких-то лишних продуктов. Обычно ты набираешь какое-то блюдо, и обычно остаются какие-то продукты, которые не туда, не сюда, и они у в процессе, либо тебе нужно что-то думать и с ними делать. В этом случае это достаточно выгодно и экономно получается, особенно если там много людей в доме, а когда ты один, наверное, не очень. Потом практически все, весь такой офисный пунктон, они все обедают в салатнице, то есть есть несколько тоже стартапов, которые это физические локации, типа Mixed или Sweet Greens, где ты просто приходишь и тебе делать либо готовые салаты, либо ты выбираешь ингредиенты, и это занимает реально две минуты. То есть ты можешь через приложение заранее заказать, просто зайти забрать, либо на месте, ну в зависимости от очереди, обычно очень много людей стоит в очереди, ты можешь быстро себе выбрать какой-то салат, который 100% будет тебе полезный, и 100% ты не насытишься, это очень классный обед, то есть это в сфере питания. Есть еще неплохой стартап NUM, который на основе данных по твоему здоровью, то есть это собирается там забор крови, если я не ошибаюсь, там забор слюны, то есть на основе твоих личных каких-то особенностей выдает тебе как программы по питанию, так и фитнес программы. И, наверное, очень популярна именно в Сан-Франциско, по сравнению со всей Америкой, это персонифицированные витамины или биодобавки. То есть, снова, опираясь на твой тест 23andMe, можно погуглить, есть такой тест, это когда ты плюешь в баночку, отсылаешь, это тебе говорят, какие у тебя могут быть риски заболеваний и так далее. Многие это делали, даже в Украине, я знаю, люди плевали и отсылали. Но на основе этого теста есть очень много разных предложений на рынке, что тебе могут персонифицировать питания или сказать, какие нагрузки тебе лучше делать, например, кардио или тебе йогу лучше делать, не важно. То есть, это рекомендация основана на персональных данных по здоровью. И то, что я говорила, витамины персонифицированы, они есть в жидком виде, есть в таблетках, когда тебе говорят, каких микроэлементов тебе условно не хватает и что тебе нужно употреблять для того, чтобы повысить свою продуктивность. Все в Сан-Франциско связано с повышением своей продуктивности. Если ты не тренишь, твоя продуктивность падает, соответственно, ты на рынке занимаешь более как бы невыгодную позицию, тебе надо все время быть на высоте. Поэтому для того, чтобы быть на высоте, тебе надо заботиться о своем здоровье, своей физической активности, своим питанием и так далее по сути. И как следствие настроением, состоянием и готовностью взаимодействия с людьми. Класс. Скажи, какие у тебя сейчас планы, есть ли вообще какие-то идеи твоего следующего развития? Ну, ты вот сделала тут одну компанию, потом сделала беговой клуб, потом поехал в Сан-Франциско и сделала там беговой клуб. Вот это направление тебя еще привлекает, связанное со здоровым образом жизни или у тебя уже другие? Я точно могу сказать, что я никогда не делала беговой клуб или Supergirls или велоспорт или все что угодно для каких-то коммерческих целей. Любая компания должна зарабатывать деньги для того, чтобы самоокупаться и приносить деньги своим сотрудникам, это нормально, но изначально, с чего мы начали этот разговор, я это просто делала для себя и потянулся на рот. То есть у меня нет такого, что я просчитывала какой-то конкретный план, сколько я хочу зарабатывать посредством этой деятельности. Сейчас, в данный момент, для меня это идеальный баланс между сферой деятельности, в которой я сейчас задействована, то есть это инвестиции в новый вид, ну, то есть, скажем так, в криптовалюту, в ICO и все, что связано с миром, скажем так, investment banking и так далее. То есть это достаточно скучная, сложная, монотонная работа, которая требует задействования, там, определенных областей мозга, я бы так сказала. Я не вижу себя как человека, который полностью в это нырнул, не оставив места для себя, любимой, да. И поэтому для меня, например, Supergirls – это идеальный баланс или там занятие йогой или то, что я преподаю йогу в корпоративном мире или персональное занятие. Для меня это идеальный баланс комбинации вот моего личного секрета счастья, то, что мне подходит такой образ жизни, да, комбинация серьезных переговоров на пиджаках, как я называю, да, на галстуках, или, и, как бы, взаимодействие с людьми посредством, там, занятий йогой и так далее. Самое, что интересно, что в итоге это все очень круто перекликается и у меня есть очень много случаев, когда люди ходили ко мне на йогу и потом начали со мной работать или, наоборот, начали со мной работать и потом приходили ко мне на йогу и тоже были очень довольны. То есть это не некая комбинация для меня идеальная, которой я хочу придерживаться и планы на Supergirls у меня есть, но скорее они уже больше завязаны на моей команде, потому что там работает шесть человек, это шесть фаундеров полноценных, которые там в какой-то момент присоединились к проекту и каждый развивает свое отдельное направление. То есть у нас, например, есть там дальше человек, которая интересуется нейросайенс, она интересуется всем, что связано с развитием своего мозга, с медитациями, она развивает это направление. У нас есть Катя, которая занимается активными тренировками, функциональным тренингом, бегом, она сейчас готовится к триатлону, она готовится сама и помогает девочкам с этим направлением. То есть есть, соответственно, Марина, у которой цели больше раскрыть успех, раскрыть тему женского счастья, раскрыть тему роста личностного женщины. Она делает мастер-классы больше на психологические темы, приглашает соответствующих спикеров. То есть каждый взял какую-то свою нишу, которая для них интересна, которая работает. И, как правило, для девочек это тоже баланс. То есть у них есть своя работа, свои обязанности, свои проекты, но они балансируют на участии в Supergirls как фаундеры и есть какое-то общее видение скорее уже у команды, не только у меня. Окей, так у нас есть вопрос от Аси. Аси пишет, в США становится популярным движением, примите свое тело таким, каким оно и есть. Как результат большинство людей с ожирением перестают вообще стараться похудеть и правильно питаться. Какой средний процент людей занимаешься собой и тех, кто не делает этого? Ну, я бы сказала, что мы в первую очередь смотрим в географию. Вы же понимаете, что Америка она как бы большая. То есть и люди, есть такое понятие East Coast и West Coast, да? Люди, которые, ну, в Калифорнии, то есть это Сан-Франциско, Л.А. и так далее, они немного отличаются по менталитету от там средней полосы и там до восточной части Америки. То есть если, ну, я просто буду говорить про Калифорнию, потому что для меня это более привычная, скажем так, среда, привет, то, наверное, здесь особо акцентируется внимание на том, что нужно поменять себя таким, какой ты есть, в первую очередь, чтобы избежать каких-то психологических проблем. Потому что люди пытаются бежать от себя, бежать от результата и никто не предлагает мириться с тем, что ты жирный, да? Все предлагают просто взглянуть, ну, как минимум перво признать этот факт. То есть когда ты признаешь факт, что ты жирный, это уже первый шаг на пути, как бы к выздоровлению, правильно? Вот. И этого шага как бы нельзя избежать. То есть если ты начинаешь над собой работать, тебе в первую очередь надо принять какой-то результат и принять, да, окей, ну, вот так есть, что я могу с этим сделать? Я могу как бы продолжать быть жирным или еще того хуже, либо я могу там что-то сделать для себя. И когда ты понимаешь там, что я хочу предпринимать какие-то действия, то ты уже начинаешь как бы решать и думать, что ты хочешь делать и какой для тебя способ наиболее будет фановый, наиболее классный. Возвращаясь к теме получения удовольствия от спорта, от того, что ты делаешь, тебе обязательно нужно выбрать тот вариант, который подходит тебе, который будет тебе приятен. Если тебе скучно и нудно на йоге, не сиди там, это как бы, ты не обязан этого делать. Просто признай для себя, да, что мне это не надо, мне это не интересно и пойди там, не знаю, боксом займись как бы, да, может тебе там будет лучше. То есть важно признать, наверное, первый шаг, выбрать, это второй шаг и третий, ну, уже хочется сказать плохое слово, но как бы действовать, короче. То есть вопрос, я компилирую весь ответ, потому что вопрос был, какой в среднем процент людей, кто хочет заниматься и кто не делает. То есть, наверное, все зависит от географии просто, то есть ты не можешь дать точно ответ, это география Америки. Да, именно, но она огромная, как бы, это как сказать про Россию, да, там, как люди живут в России, то есть это же по-разному все происходит. Хорошо, у меня есть следующее. Тем более проценты я точно сказать не могу, потому что я не делаю никакой такой аналитики, это можно, не знаю, погуглить. По ощущениям, за что этот вопрос, наверное, был про ощущения? Да, я уже ранее говорила, что по моему ощущению есть процент народа, который занимается активно собой, занимает активную жизненную позицию, работает в сфере, там, технологии и так далее. Наверное, это большинство, по крайней мере, я в такой среде, наверное, по моему ощущениям это процентов 60-70, а все остальные, кто их обслуживает. И вот те, кто их обслуживает, то они, скорее всего, не сильно заморачиваются, а поскольку образ жизни среднестатистического американца, ну, не сильно спортивный, да, ну, то есть пропагандируется, то, наверное, они сильно выделяются и уже выглядят как... Да, как раз серьезный. Хорошо, надеюсь, Ася услышала ответ. Так, у нас следующий вопрос от Анны. Как вы относитесь к выражению, гибкость тела ведет к гибкости ума, гибкости психики? Я полностью его поддерживаю, проверено на себе, снова таки возвращаюсь к нашему. Анна, наверное, инструктор к юге. Да, Анна, наверное, сейчас ликует, либо просто, на самом деле, просто хотела услышать подтверждение своим же словам, чтобы так просто люди не задают такие вопросы, наверняка уже столкнулась Анна с такой ситуацией. И когда ты с этим сталкиваешься, когда ты реально понимаешь, что то, что ты делаешь на коврике, очень сильно влияет на твою жизнь вне этого коврика. Могу даже тоже прокомментировать конкретно, чтобы Ане было еще интереснее, да, развернуть и узнать об этом, и почитать. Есть такая книга, называется она «Meditation from the mat». И эта книга как раз о том, как гибкость тела влияет на гибкость сознания и как наша практика йоги, если говорить конкретно про йогу, отображается потом на нашей жизни. Одна из самых лучших книг вообще про йогу, которую я читала, очень люблю, называется «Meditation from the mat». Она, к сожалению, переведена на русский, я искала, может, когда-то я этим займусь. Может, кто-то из наших слушателей сейчас скажет, слушай, перейду-ка я на русский книжку хорошую. Ну, нету ее, к сожалению, на русском. Так нет, можно прочитать на английском, перевести и… Да, я, честно говоря, считаю, что это было бы бестселлером. Попирать их немножко. Бестселлером было бы, потому что очень просто, понятно все описано и конкретно объясняется, почему ответ на этот вопрос, почему. Он довольно развернутый, я не могу занять весь эфир ответом конкретно на этот вопрос, но я могу посетить классную литературу, которая может как-то Ане помочь узнать больше. Хорошо. Вот Аня поставила тебе палец вверх. Спасибо, Аня. У меня есть следующий вопрос, теряю предложение, поскольку эфир уже подходит к концу. Я знаю, что ты приехала ненадолго. Я хочу предложить тебе прийти завтра к нам на утреннюю тренировку Вилла в спорт, в фитнес-стадию, и чтобы все наши слушатели, кто захочет прийти тоже на эту тренировку, могли… Ну, во-первых, ты можешь провести какую-то йогу, например, просто. Я могу как минимум поностальгировать. Да, ты можешь посмотреть, как мы все тренируемся, ты можешь провести йога-заминку после пробежки и тренировки. Ну, вот, какую-то такую… сделать акцию. Я тебя не предупреждал специально, чтобы ты не нашла какой-то этот вопрос. Понятно, потому что, да, не нашла причину отказаться. Конечно же, с удовольствием приду, и было бы странно, если я сейчас в прямом эфире сказала… Конечно, сори. Вообще, фигня, хотя я, конечно, пойду с радостью. Мне приятно, что, например, меня приглашают, мне приятно, что ты меня пригласил на эфир, мне приятно, что люди мне задают вопросы там в Фейсбуке о том, что там происходит, что людям, в принципе, интересно, что они стремятся узнать что-то для себя новое. Мне кажется, это очень круто. Ну, правда… Поэтому я сейчас делаю… Ребят, все, кто смотрит наш эфир, завтра приходите в 7 утра в фитнес-стадиум. У нас будет беговая тренировка короткая, буквально 30 минут мы пробежимся, и потом возвращаемся в зал, делаем функциональную тренировку, и потом Саша проводит для нас йога-заминку. Это бесплатно для всех желающих, поэтому в 7 утра на рецепции в фитнес-клубе, в фитнес-стадиум. Мы ждем вас. Да, у меня достало перефакт, но я с собой. Ну, все, ну, ты не соскочила, и круто. Все, тогда большое тебе спасибо. У нас больше… Спасибо за вопросы, кстати. Вот я с самого начала предложила их задавать, и хорошо, что они есть у друзей. Это приятно. Анна тут спрашивает, оставляйте ссылки на мероприятия. К сожалению, у нас нет ссылок на это мероприятие, потому что оно регулярное, оно каждый вторник и четверг у нас проходит. Лень просто создавать уже ссылки. Ну, поэтому просто напишите мне в личку, я вот сейчас поставлю рядом комменты, просто напишите мне в личное сообщение, я вам все расскажу, если у вас есть какие-то конкретные вопросы. И приходите к нам на бесплатные тренировки. Каждый вторник и четверг в 7 утра. Саша, большое спасибо, что пришла. Да, на вторую. Давай пятюню. Да, накидывайте обязательно пятюню тем, кто бежит на трассе здоровья, это очень вдохновляет. О, Виталик скидывает смайлик в руки. Какой? Виталик Лозовский. Привет. Приходи завтра на тренировку. Он вообще-то там проводит сейчас тренировки. А, тем более. Я вообще в личном курсе. Хочу хоть и тебя узнаю. Завтра все узнаешь. Ну хорошо, с удовольствием завтра все узнаем. Все, большое спасибо, и большое всем спасибо, кто слушали нас и смотрели наш эфир. До встречи через неделю. Пока. Погучи через неделю. А?